здравствуйте арсений селезнев зеробой жуки зафобасы ну может тут еще жук старатель или как там он называется мелкий его назвал малый вот тут они очень хорошо себя ведут там прямо аж почва шевелится я положил им куриную лапку сейчас положу еще одну значит были беглые снова опять я их в этот положил накрыл сверху бумагой и посчитал что скорее всего они выбегли от того что не могли спрятаться сейчас вроде беглых там есть какой-то один но в общем я думаю что беглые были из за того что они не видели темноты если так можно выразиться то есть они не не могли спрятаться поэтому влажность 69 процентов только что было ну вот у меня этот инкубатор с определителем влажных определитель влажности так что все высыплено на сюда стало понятно если тут вообще кто-то кто-то есть но мне не ясно то ага вот мелкие эти жуки это у меня цыплячий комбикорм здесь для эксперимента ну и основное место где я находил этих самых жуков это у меня был куриный помет вот это у меня цыплячий помет сейчас покажу вот он такой уже подсох сверху запаха аммиака нет а внутри такой неприятный еще запах он не проветрился и когда я откапывал жуков помете то курина но не не в этом в других местах то обнаружил что когда плотный слой влажный их там нет совершенно есть только когда два слоя или три они такие полусухие поэтому я считаю что аммиак очень вредный для жуков так сейчас посмотрим что у нас тут но по крайней мере двое что-то как-то они застыли так он там еще один есть крупный ну в общем пока так буду разводить тут видно так а есть так вон там еще один жучок возможно старатель не знаю в общем трудно сказать пока такими небольшими небольших таких емкостях затем я планирую перевести их всех в размножение размножение в ведрах это ведро у меня для сбора было вот она с трещиной не знаю как там пойдет не пойдет в общем я в него собирал такое попалось на самое старое ведро у меня поэтому собирал в него так мы тут надо на лапку глянуть что тут слабко случилось нее хоть ели ну не знаю ели или нет но вот там видите такие живчики темненькие так ну за это я вам подкину еще одну лапку это пара будет недавно был кризис так положу рядом в общем такая емкость очень хорошо когда загнутые края они не выползают ладно тут не буду ковырять мне интересно вот тут что тут происходит буду наверное канистры применять или что там что-то какое-то типа не выливайте но вот как-то чтобы они могли выползти тут это те что у меня сбежали они живут в сухой почве вот такой вот таком сухом субстрате у себя в куречке так скажем в том месте где их обнаружил поэтому я считаю что раз они там такое едят то и тут в принципе могли бы тоже есть понятно там куколка или что-то еще так мелких жуков не видно может опять сбежали но пока в общем так потом буду переселять ведра а потом думаю что у меня есть бочки 200 литровая уже буду когда станет много наверное с весны буду уже загружать бочки и проводить там работы сначала в одной бочки может быть с помощью вот такой вот крышки с от инкубатора накрывать сверху делать края чтобы воздух не проникал закрывать эти места и потом уже на лето раскидывать по многим бочкам пока тепло чтобы они сами жили в теплых условиях не самое важное чтобы чтобы жук мог размножаться личинки были живые и и зимой активные чтобы можно было их подать весной цыплятам так это был у нас это было пять суток прошло с момента закладки да там видно он какой-то жук лазит но тех кто сбежал то я уже я уже ничем помочь не могу несколько раз открывал стряхивал может позже тоже так поступлю пока так то есть инкубатор я считаю нужен для того чтобы держать необходимую влажность вот таких вот двух стаканчиках сейчас это достаточно 69 влажность и два отверстия открыты говорят что чуть многовато вон там жук мелкий лазит но это лучше чем 30 там или что некоторые даже потемнели стали такими ближе к фиолетовому это значит что им мало влаги такое у меня произошло в прошлом году и поэтому я прекратил летом испытывать потом подумал что следует наверное использовать инкубатор чтобы влажность хоть как-то измерять можно было и также вентилятор хорошо работает разгоняет воздух прокачивает там есть отверстие 6 отверстий по периметру внизу и 4 регулировочных вверху плюс еще там неплотное окошко приклеено это окошко очень хорошо себя показала что на выдув и вот уже можно закрывать или не закрывать очень хорошо вентилирует вентилятор перемешивает воздух плесень не образуется то я заметил точно когда применял с цыплятами 4 выводка в этом году и 4 выводка в том году у меня были и ну вообще вода стояла я уже и не мыл нижнюю то после каждого выводка нижний этот лоток для воды емкость и мне кажется тоже вот хороший вариант делать такие стаканчики только не конусная и конусная усеченный конус вот если сверху так смотреть то он усеченный вершина усеченная классический такой стакан а более цилиндрическая вот допустим взять вот такую бутылку отрезать от нее вверх ну допустим где то вот по вот это вот когда оно сужается и будет такой стаканчик вертикальный в него можно много наливать и хорошо регулировать воду именно такими множеством таких стаканчиков ставить и тогда не нужно будет более сложной такой системы как у меня там было что надо наливать воду значит тянуть за леску подымать и опускать ну когда цыплята то ладно я еще такое могу вытерпеть но вот когда жуки в принципе тут более менее как попало я думаю проканает то есть главное это площадь поверхности если цилиндр у вас будет не один а несколько цилиндров таким образом вы сможете регулировать автоматически влажность в помещении при постоянной температуре в помещении если температура и влажность в помещении одинаковая то внутри тоже будет стабильно одинакова температура выше так как воздух то нагревается поэтому влажность падает при подъеме температуры влажность падает поэтому следует заниматься именно дополнительно увлажнять жуки не любят засухи они просто умирают вот вот я включаю аппарат запускаю и мы смотрим какая тут влажность в помещении день 05 24 7 градусов помещение было влажность 37 процентов это маловато когда жуков станет больше я их пересажу в ведро ведро наверно буду накрывать вот такой вот пленкой сверху может быть я не знаю там надо еще подумать может так как рекомендую другие заводчики там я добавил в фирму битлз это видео в плейлист битлз очень хорошо разъясняется ну дома я держать не могу так как очень влажность у нас очень сухо в доме ну просто кошмар какой то а вот ну может попробую себя в комнате держать жуков а вот так вот в помещении зимой по крайней мере до поздней осени можно будет на дополнительном подогреве использовать инкубатор пока он работает ну так он стоит в принципе так будет работать что тут вырабатывается только вентилятор который я хорошенько смазал второй раз поэтому здесь у него ресурс более повышен чем у обычного обычно их не смазывают так включают и все и я надеюсь что начнет приносить прибыль так как комбикорм использование комбикорма для кормления цыплят мне влетел в копеечку в этом году вот у меня остатки комбикорма это я придержал для именно для зафабаса так сейчас по что у нас влажность день 5 27,9 температура на 4 градуса поднялась 49 влажность ну была 69 это с двумя открытыми вот этими вытяжными отверстиями пока так ну а потом подумаем может еще что-нибудь получится подписывайтесь на канал Арсений Селезнил зверобой работаем с зафабасом пока пока